здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале ну что все детали связаны на вопрос сколько пряжи ушло на данный картикан могу с уверенностью сказать что четыре полных мотка и от 5 я взяла у меня была упаковка совсем чуть-чуть на вид он даже не тронутый моток по большому счету я у рукава довязала буквально два сантиметра если чуть-чуть короче рукава связать и такую вот резинку не креативить с резинкой до предыдущий ролик посмотрите если как сказать вы впервые на канале не понимаете о чем речь то вполне прям ну за глаза уйдет ровно 4 мотка то есть 800 грамм при такой вот таком рисунка такой плотности вязания у меня все-таки чуть-чуть я но может быть я не знаю прям несколько метров взяла от 10 только говорю за того что я замутил с резинкой на рукаве и наверное еще из-за того что я оставляю пряжу как он называется балабушки для связывания изделий сейчас об этом речь пойдет долго думал записывать этот ролик или нет но для начинающих для всех тут прям первый раз первый класс я покажу как я соединяю изделие нам понадобятся ножницы крючок сами пуговицы с пуговицами конечно до последнего думал что будут другие но пока пришлю эти это тоже неплохо но не так как мы видим иголочка и хорошее настроение все это у меня есть если у вас есть еще и помощники то будет замечательно нам осталось только соединить детали чего делать но просто вот мягко говоря не люблю вот мягко говоря и пришить пуговицу с этим попроще наступает волшебное время вот этих балабушек которые у меня висят на протяжении всего моего вязания они мне нужны как я уже не раз говорил для того чтобы при соединении изделий не нужно было дополнительных ниточек это нитка мне понадобится когда я буду в кроме рукав сшивать это понадобится сейчас когда я буду соединять рукав лицевой стороной внутрь рукав мы соединяем длину рукава я не говорю потому что каждый вяжет столько сколько кому нужно вот защита за счет этой большой резинки мне и не хватило четыре матка если связать резинку нормальным куда вполне хватит или если связать рукав покороче хотя бы прям вот на один сегмент этот все называю от перевитие или там все хватит 4 матка и так нам теперь нужны вот эти крайние дорожки я соединяю крючком можно на машинке можно иголкой как угодно и начиная прям самой первой вот этой вот крайне петли вот они самые первые очень важно чтобы они были друг с другом мы начнем соединять для этого мы кстати вы можете как я использовать полностью петлю а можете только ее часть например внутреннюю можете только ее внешнюю часть тогда внутренняя часть будет ложиться в рисунке здесь поэкспериментируйте но я уже по привычке беру абсолютно все и здесь можно пойти двумя путями или столбиками без накидов мы опять захватываем смотрящие друг на друга петли вытягиваем ниточку захватываем здесь конечно надо крючок по размеру тем которым вязали или на номер меньше это я что-то маленький взяла вот у меня тот крючок которым связано резинка четыре с половиной и вполне можно но мне вот тоненьким крючком удобнее я просто буду чуть-чуть вытягивать он как-то ныряет лучше здесь уже приноровитесь кому как удобней и вот таким образом мы идем что здесь плохо здесь плохо что получается на взгляд многих грубый шов вот в данном кардигане он совершенно оправдан этот грубый шов сейчас понимаю что никакими не хватит что придется мне здесь делать узел этого кроме того очень часто эти узлы можно использовать даже на лицевой стороне очень красиво брутально смотря какое вы изделие смотря кому вы вяжете очень часто эти швы используете даже на лицевой стороне на изнаночной стороне у нас соединяется петли вот таким образом смотрите чтобы здесь было красивое время от времени проверяйте потому что крючок может попасть другое место и здесь рисуночек нарушится если рисуночек здесь нарушается рисунок для меня это вот галка вертикаль галочка вертикаль галочка вертикаль если здесь как-то нарушается просто под распустить надо и так сказать связать так как нужно если вам этот шов кажется очень брутальным и толстым вы можете соединять детали полустолбиком то есть мы уже как я делала выводила ниточку и еще раз захватывала вот этого захвата делать не надо то есть когда мы выведем ниточку вот мы ее вывели и сразу пропускаем ее в ту петлю которая на крючке еще раз как я делала для начинающих конечно вот я вывела и я еще захватываю нитку вот этого захвата делать не надо вывели и сразу ее протягивайте в петлю которая рядом шов здесь будет не таким высоким не таким ярко выраженным как в первом случае поэтому смотрите как вам нравится я наверное на рукавах вот сделаю так именно не ярко выраженным на самом изделие я сделаю столбиками с накидом пусть по бокам будут еще крутальные швы хотите иголкой пожалуйста иголкой хотите на машинке соединить пожалуйста вот он шов чуть поменьше нету такой вот высоты ну а со стороны лица общем я здесь галочка надеюсь галочки нет и чуть на путляку наверное нога учишь блин стоишь сама ничего не можешь так захватила галочку полностью галочку полностью выйти на увидим при такой вязке галочка полностью галочка полностью нет одно у меня косяк галочка полностью галочка полностью как я ненавижу крючок писать крючок не вышивать изделениями нет ну вот так вот у меня получается я не знаю где я что я делаю не так все так вот таким образом я буду я буду делать по старинке сейчас фокус-фокус прям проведу в прямом эфире а если опять столбиками с накидами куда же это девается галочка то это мой излюбленный способ я так и пледы все я хотел просто в рукаве сократить не знаю почему я не люблю иголочка иголочка себе кое-где помогаю иногда на машинке такую грубую вещичку я бы хотя можно почему бы и нет ну я уж его величество крючком вот здесь пожалуйста здесь все галочки на месте вот они меня галочки чуваки фокус-фокус у меня происходит крючком она наверное могут это объяснить так и что касается как соединить изделие и это будем делать везде везде и на полочках и на рукавах общем кошмар я не знаю сколько я буду оттягивать этот удивительный процесс мне люблю я соединять